Девочки, мальчики, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мисс Кик. Я вас здесь всех очень рада видеть. Меня зовут Ирина. И сегодня у меня формат пустых баночек продолжается вот такой вот. Если вам интересно узнать мои косметические пустышки и какое у меня сложилось мнение о них, конечно же, продолжайте смотреть данное видео. Он вот туда. Свои пустышки я хочу начать с того, что я в своей вот этой замечательной сумочке, в которую привозила свои косметические штучки, буду из нее вытаскивать все свои пустышки. На самом деле, получилось у меня достаточно их много, потому что я вообще уходовый маньяк. Я обожаю всякие масочки, штучки, дрючки. Так что будет много информации. Садитесь поудобнее, берите крошку чая, кофе, фрукты, все, что вы, может, там, поесть. Так что сидим, кушаем, и, надеюсь, все будет эстетично. На меня сейчас выглядывает вот такая вот голубая глина. Как вы видите, стоила она достаточно. Ну, если взять весь аспект сегодняшних продуктов, что представлены на рынке. Вообще, глины вот такого формата, который нужно разводить, они на самом деле самые бюджетные и для меня действующие. У меня закончилась вот такая вот голубая и зеленая глина. Все-таки это для меня самые любимые глины. Их можно использовать как на лицо, так и на тело. Сейчас, когда на улице жара, когда лето, работа себиума на лице, она усиливается из-за тепла. Я не могу без глины. Мое утро, мой вечер. И всегда у меня должно быть в уходе добавлено. Через день я делаю маски глиняные для того, чтобы улучшить состояние кожи, чтобы ее максимально очистить. Поэтому они у меня закончились. И в ближайшие дни, когда я приеду домой, я обязательно повторюсь. Могу сказать то, что... Если вам интересно, девочки, вообще отдельное видео о косметических глинах, дайте мне знать, потому что информации на данный счет я вам могу рассказать, какой владею, как она вообще на мне работает, потому что глины – это мой must-have всех времен на протяжении долгого времени. Дайте знать, и я вам расскажу все свои секреты, как я делаю косметические маски с добавлением глины. И у каждой маски идет свой эффект. Все они работают по-разному. Следующее, что на меня смотрит, это такая вот пенка Arco. For Men Sensitive. У меня и у супруга... Точнее, у меня чувствительная кожа, у нее состояние такое, а у супруга после бритья у него идет раздражение по коже, поэтому всегда я ему выбираю что-то такое для чувствительной кожи. Могу вам сказать одно, девчонки. Вот эта вот пена, она меня удивила. Бюджетная пена, которая стоит в пределах 100, по-моему, 30-150 рублей. Ее здесь объем 200 мл, хватило ее достаточно надолго, да, минус того, что она достаточно быстро схватывается на лице, но ей можно, в принципе, сделать бритье. И если, к примеру, вы бреете ножки в подмышечной впадины, ну, простите, это сегодня женский канал, это мой канал, где я говорю о всяких штучках, и есть девочки, которые пользуются бритвенным станком. И присмотритесь просто вот к этой вот пенке, я думаю, вам ее хватит вообще надолго. Неплохая пенка, очень хорошо скользит. Мой супруг был удивлен, что арка стали достойной пены делать. Единственное, еще раз говорю, она достаточно быстро подсыхает на коже. Следующее, что у меня закончилось, это вот такая вот, вот такие вот ватные палочки, бюджетные и неплохие палочки, которые мне очень сильно нравятся. Так, тут у меня не совсем закончилось, но я сейчас вам покажу то, что буквально, вот мы сейчас перед отъездом еще помоем ручки, и все. Это фирма, как я поняла, Гресс, Милана, увлажняющая крем-мыла, черника в йогурте, объем целый литр. Дичайший расход мыла, на самом деле, потому что оно достаточно жидкое, но оно очень мылкое, и на мое большое удивление, оно совсем не сушило кожу рук. И не могу сказать, если вы в поисках бюджетного мыла, и вам нужен расходник, который, и у вас большая семья, и у вас часто моют руки дома, да, то есть, как бы присмотритесь, вот к этому мылу, стоит 100 рублей за литр, и в принципе, очень даже хорошее мыло, я даже им использовалась, как гель для душа. Вот эту, скорее всего, помпу-дозатор, я ее заберу к себе домой, для того, чтобы некоторые свои бутылечки с гелями для душа, я просто туда ее помещу. Хорошая помпа-дозатор, ни разу не подвело. Достаточно хорошее мыло, неплохое у него идет, такой, скажем, рекомендации от производителя, то, что он достаточно хороший. Могу сказать, да, я была удивлена, то, что данное мыло, меня так приятно удивит, что оно не высушило кожу рук, хотя вы знаете, то, что кто смотрит меня постоянно, моя кожа, она все, мой самый огромный орган, на моем теле, моя кожа, она всегда чем-то недовольна, и какой-то компонент, если ей не нравится, она всегда выдает сухостью, с шелушением, сжением, прыщами, чем угодно. Вот это мыло мне очень, очень понравилось, и по возможности я, конечно же, попробую другие ароматы с данной линейки. Следующее, что я хочу показать, о чем у меня тут еще есть, о чем у меня тут еще есть, а давайте я вам вот это вот покажу, Невея, это у нас идет бальзам для чувствительной кожи, бальзам после бритья, могу сказать то, что уже все, бутылечек закончился, скорее всего, домой мы его просто не повезем, тут, наверное, на раза два всего осталось, я его просто выброшу, и мужу куплю свежий. Мы его всегда покупаем, у меня у мужа не слишком много косметики, его, в принципе, вот это вот средство устраивает, могу сказать то, что вообще у меня муж универсальный, у него один может быть шампунь, которым он может пользоваться, и дай бог, чтобы он был огромных размеров, и как-то вот так. Единственное, ему нужно, чтобы именно данный шампунь, он был хорошего качества, чтобы у него не было перхоти, то есть как-то вот такой у нас критерий. Данное средство неплохое, долго о нем говорить не буду, успокаивает кожу после бритья, и могу сказать, когда я даже пользовалась бритвенным станком, у меня просто кожа реагирует именно на бритье, я тоже могла, допустим, помазать вот этим средством ножки, и действительно, вот эти, знаете, раздражения на коже, они как-то успокаивают, что ли. Неплохое средство, объем 100 миллилитров, мой супруг им пользовался очень давно, очень точнее, долго им пользовался. Следующее средство, которое у нас тоже подошло к концу, это, ну, его тут совсем чуть-чуть осталось, тоже, скорее всего, выброшу. Это Nivea Fomen, экстремальная свежесть, антипреспирант, 48 часов. Антипреспирант, он борется именно с потовыми отделениями, дезодоранты, они борются с запахом. Вот этот вот антипреспирант, он и как дезодорант, потому что вот эта вот тадошка данного дезодоранта, антипреспиранта, она никуда не девается. Обычный шариковый дезодорант, антипреспирант, который в объеме идет 50 миллилитров, очень долго пользовался у меня им супруг, и сейчас уже пришло время, когда с ним стоит расстаться, его просто выбросить. Могу сказать только одно, девочки, в действительности, если правильно пользоваться такими вещами, жидкими, то ваши подмышки будут сухими. Вот правда, девочки. Главное дать просто средство высохнуть. Конечно, это занимает время, но если у вас бюджет не такой большой, и вам нужен хороший антипреспирант, присмотритесь к Невеевским, они достаточно хорошо работают на коже. Вот этот аромат свежести, конечно, мне уже порядком надоел от моего супруга, потому что сильная душка, которая не выветривается в течение дня. Следующее, что я хочу показать, это были вот такие вот ватные диски, 48 рублей, 48.80, как вы видите. Такие большие, огромные ватные диски, я скорее их буду покупать, потому что одного диска хватит, я не знаю, там, вытереться им. Он достаточно реально большой, хорошие ватные диски, у кого есть аптека Апрель, присмотритесь к ним, и у кого маленькие детки, вот настоятельно рекомендую, просто присматриваться к большим ватным дискам, почему-то, когда у меня был Кирюшка совсем маленький, я на эти ватные диски не смотрела, хотя они вот в уходе за детками очень нужны. Мне они понравились, то, что хорошие ватные диски, хорошего размера, вообще отличные. Следующее, что могу вам показать, та-да-да-да-дам, а, вот, давайте вам зубные пасты покажу. Да, закончился колгейт у моего сына. Кое-как мы его добили. Неприятный запах, на самом деле, жвачки, дико пенилось, но в конце, я хочу сказать, я просто, у меня ребенок учился данной пастой чистить зубы сам, так что неплохо то, что у нас появилось, потому что это мегабюджетная, мне кажется, какая-то паста досталась нам по хорошей скидке, и, у меня ребенок и получился самостоятельно чистить зубы, то есть, выдавливать на зубную щетку, как-то вот так вот, так что, мамочке, мой совет, если вы хотите, чтобы ваш ребенок научился сам чистить зубы, купите ему бюджетную зубную пасту и просто понаблюдайте, как он будет выдавливать это на зубную щетку, как он будет чистить, плевывать, это все, то есть, такие, вы знаете, пикантные подробности для мамочек, для того, чтобы просто не тратилась дорогая зубная паста. Так, сейчас сяду поудобнее. Наша зубная паста, которую, как вы видите, я просто добивала, как могла. Ну, как добивала, как могла. Хорошая бюджетная паста 3D White от Блендамент Нежная Мята. Добивали вот так вот, потому что я просто никак не могла дойти до магазина, где продаются зубные пасты. И поэтому как-то вот так вот получилось. Хорошая паста, которая мне нравится, как она работает. И с сегментом масс-маркета, который можно купить в любом супермаркете. Блендамент, мне кажется, они достойные пасты. И ни разу меня просто она не подводила, чтобы я могла сказать, фу, я больше не куплю. Обязательно повторю какую-то еще, помимо вот этих вот нежной мяты. Конечно, там 100% 3D White какого-то супер отбеливания вы не увидите. Но максимальное ощущение чистоты вы почувствуете на своих зубках. Серьезно, девчонки. Просто надо зубы чистить целую минуту. Вот так вот, как говорили нам в детстве. Что у нас еще закончилось? Что у меня закончилось? У меня закончилось вот такой вот антисептик, спрей для рук. Могу сказать то, что я его покупала в Магнит Косметик. Как сейчас помню, он стоил 130 рублей. Я покупала его еще в прошлом августе. Почему я его запомнила? Потому что я его покупала в дорогу, когда мы ездили на Урал. Точнее, в Заурале. И могу сказать только одной девчонке. Я его где-то по дороге, он у меня куда-то там запал в течение года. И вот сейчас я его буквально за несколько дней выбросила. Дикий расход, ужасная цена. Пахнет спиртом действительно, очищает хорошо. Но 130 рублей за 20 миллилитров. Да, он как бы удобен. Сумочки никуда, ничего. Ну, блин, цена у него такая безумная. Так что купила другой, и вы уже о нем. Кто подписан на меня в Инстаграм, вы знаете, каким сейчас спрейм я пользуюсь. Неплохой, но слишком дорого. Следующее, что я хочу показать. Давайте вот... Я что-то скачу сегодня. Так, вот этот вот кремушек от Сибирского здоровья. My School Skin. Могу сказать только одно. Состав мне совершенно не подошел. Это матирующий крем-гель для проблемной кожи, как я поняла, подростковой. Но это совершенно не мое средство. Отзыв более подробный есть у меня в Инстаграм. Более-менее подошел моему супругу. Но мой супруг сказал, я этим пользоваться не хочу. Я этим пользоваться не буду. Поэтому как-то вот так вот. Но он меня улетает в урну, потому что средство дико испортило мне микрорельеф. Кто подписан на меня в Инстаграм, вы уже видели отзыв мой. Кто нет, конечно же, переходите, подписывайтесь. Там я более подробно о нем все рассказала. Испросов. Это, конечно же, его запах. И вот эта вот крышечка, которая хорошо достаточно закрывается. И продукт никуда не девается. Следующее, что я хочу показать, это закончился детский шампунь. Он идет гипоаллергенный с первых дней жизни. Замечательный детский шампунь от производства «Наша мама». Могу сказать, девочки, присмотритесь к данной марке. Поверьте, очень хороший шампунь из всего, что я пользовалась когда-либо в начале, когда у меня был маленький ребенок. Вот это то средство, которым я буду пользоваться, наверное, пока он еще есть, пока у меня ребенок маленький. Я им буду пользоваться. Волосики прочесываются, даже для девочек очень хорошо, такие хорошо очищаются. Смывают всю грязь, можно пользоваться им каждый день. И пересушивает кожу волосиков и кожу головы. То есть для скальпа хорошо, для самих волосиков. И по аромату очень ненавязчивый. Такой травянистый хороший шампунь. Мне очень сильно нравится. Размер у него объем 300 мл. Хватает на срок годности 3 месяца. Здесь у него идет, как вы видите. И как раз на месяца 2 его точно хватает. Так что хороший шампунь. И, конечно же, еще купленный. Следующее, что я хочу показать. Я прям скачу, девчонки. Ну, простите. Тоже у меня есть, по-моему, на Estee Lauder вот этот вот Perfect Clear. Это идет у нас и пенка для умывания, и маска. Девочки, у кого позволяет бюджет, у кого расширенные поры, у кого вот вечная проблема расширенных пор, присмотритесь к данной марке Estee Lauder вот это вот средство. Оно есть у них, по-моему, Multi Action. И еще какое-то средство есть у них. Но вот это мне очень сильно понравилось, потому что поры просто вот так вот. Их нет после умывания. Здесь у меня был объем, по-моему, 30 мл. У этой малюточки хватило мне ее распробовать. И сейчас я вам покажу, насколько я ее любила. Видите, я всю крышечку просто убила. Оно у меня полностью кончилось. В общем, в жару, просто как маску для очищения поры. На ура, девочки. Очень-очень понравилось. Единственная цена, да, у него кусающаяся. Но есть магазины, где продаются вот такие вот малюточки. По хорошим ценам. Так что могу смело порекомендовать. Также могу сказать, что отзыв на данный продукт есть в моем инстаграм. Переходите, подписывайтесь. Хорошее средство. И если будет возможность, конечно же, куплю его в полноразмерной версии. Производство это у нас идет в Соединенные Штаты Америки. Следующее средство для лица. Это вот такая вот маска. У меня их закончилось две штуки. Здесь я их воспользовалась. Как вы понимаете, я борюсь сейчас с восстановлением своей кожи. У меня просто там караул случился после кремушку от Сибирского здоровья. В общем, хорошие маски. И сейчас я думаю, что сейчас, когда поедем домой, я заеду в магазин и куплю их еще штук 10. Классные маски. Могу сказать, девчонки, просто я влюбилась в данные масочки для лица. Вот с этим зеленым чаем. Остальные еще не пробовала. Но просто мега-мега-мега классная маска за ту стоимость, которая у нас стоит. А стоит она 70 рублей, девочки. Поэтому у нее достаточно хорошее полотно. И это полотно мне напоминает, знаете, маску от Орхе. Абсолютно такое же полотно. Абсолютно такое же. Вот она до сих пор пропитанная. Но так как это антибактериальная, я ее использовала один раз. То есть она такая небольшая масочка. Пахнет приятно зеленым чаем. Я вообще обожаю зеленый чай. Поэтому, девочки, у кого есть возможность купить вот такую масочку, обязательно попробуйте. Очень сильно мне отлично понравилось для моей чувствительной кожи. Сейчас, на которой высыпание успокаивает девочки. Конечно, ее нужно только 30 минут держать на лице. Потом можно либо умыться, либо вбить вот эти остатки средства в кожу. Сейчас я попытаюсь это все приблизить. Так вот сделать. Поставите на стоп, просто прочитайте, девочки, что она делает. Но я могу сказать, девочки, одно. Данная маска меня впечатлила. Я вообще тканевым маскам отношусь скептически. И когда меня маска вот такого плана удивляет, я стараюсь эти масочки просто, чтобы они у меня были хотя бы в запасе. Чтобы я могла в любой момент времени ее сделать. Следующее, что я хочу показать. У меня на самом деле еще немножечко продуктов осталось. Давайте вот еще по коже. Тоже есть средство. Это отзыв уже на моем инстаграм. Это бьюти-чистка классическая. Это минерально-солевой комплекс для умывания, для глубокой очистки кожи. Вообще глубокая очистка кожи для меня, это знаете, вот я повернутая на это. Мне надо, чтобы максимально очищена была кожа. Для того, чтобы я могла свой уход нанести. Чтобы я знала, что он весь будет впитываться. То есть 100% мой уход будет работать. Это в общем такой порошочек, который нужно разводить водой. И наносить аккуратненько на свое лицо. А потом через 30-60 секунд просто умываться. На самом деле я вот сейчас еще не поняла. Вернусь я к нему или нет. Но вот пройдет время, я наверное для себя сделаю вывод, хороший он или нет. Честное слово. Отзыв более подробный у меня есть в моем инстаграм. Еще раз повторюсь, просто проходите, подписывайтесь, читайте. Там я по максимуму делаю отзывы. Независимые абсолютно, девчонки. Так что имейте в виду. Там просто мое мнение после использования. Сейчас вот я ничего сказать не могу. Но такое, знаете, средство, которое действительно очищает. Но не знаю, вернусь я к нему или нет. Посмотрим. Следующие два средства, которые я хочу вам показать. Это вот я назову их средство вонючки. Первое средство от фитокосметик. Это народные рецепты. Крем для тела антицеллюлитно моделирующий. С маслом зеленого чая. Эльгаритином экстрактом ламинария. Вот такая вот баночка в 150 мл. Милейшее на самом деле оформление. Такое очень удобное. Если вам понравится данная косметика, уход от этой косметики. Можно ее компактно держать в ванной комнате. Для меня это просто дикий аромат дешевого какао. Я просто не могла им пользоваться. Именно просто, знаете, вот как нанести на себя его на проблемные зоны. И вот ходить такая. Я с ним делала просто массаж. На массаж, да, он мне сильно понравился. Как бы такое неплохое средство оказалось. Но вернусь ли я к нему еще? Да, но нет. Конечно же, покупала его за 55 рублей. Какое-то такое вот посредство. Не впечатлило оно мне какими-то своими чудо-действиями. Но после использования данного средства, могу сказать, кожа такая, она более плотная становится после массажа. Но после массажа вообще кожа становится всегда намного лучше, чем была до массажа. Следующая моя вонючка, это от Ифраше. Как вы видите, полностью использовалась. Это у нас идет серия традиций хамам. Я даже не знаю, как назвать этот аромат. Но он меня просто душил. Это вот невозможно. Девчонки тоже делала с ним массаж. Его здесь идет всего 150 мл. Кстати, произведено в Ирландии. Вот я вообще была удивлена, когда это прочитала. После него, девочки, когда я делала с ним массаж по своим проблемным зонам, просто массаж по телу, могу сказать, кожа была действительно напитанная. Такая была шелковистая, бархатистая. Но меня смущает этот аромат. Он меня просто душил, поэтому я его просто добила на проблемные зоны. Я делала с ним массажик. Ни за что никогда не куплю, не повторюсь за запахом. Ужасный, отвратительный аромат. Так, стоп. Следующее, что у меня осталось, на самом деле у меня осталось средство в уходе за волосами. Шампунь для окрашенных волос. Шампунь очень понравился от сибирского здоровья. Могу смело порекомендовать обладательницам окрашенных, обесвеченных волос. Блеск волос будет просто на ура. Свежесть головы даже в жаркие дни, до двух дней, девочки, очищает замечательно. Кончики не сушат. Экономичный расход, достаточно концентрированный, достаточно удобная упаковка. Ни разу не подвела вот эта вот крышечка. Все плотненько закрывается, даже если вы храните его, к примеру, на ванной комнате, и вода в него туда не попадет быть уверенной. Если вы отдельно храните косметику, то еще лучше. Не из прозрачного пластика, достаточно хороший, неплохой вроде бы состав, но я. Тоже поставите на стоп и посмотрите. А кстати, тут тоже задерживается sodium lauride, всякие вот эти вот размаливающие средства. Так что не могу сказать, что это 100% натуральная косметика, но состав мне в принципе понравился, девчонки. То, чтобы состав, а действия на волосах, могу смело тоже порекомендовать, у кого окрашены волосы, присмотритесь к марке Сибирскому здоровью, вот к этой вот линейке для окрашенных волос. Думаю, вам тоже он будет, он понравится. Цена у него достаточно бюджетная, и ссылки на скидочную карту я оставлю, конечно же, под видео, для того, чтобы вы просто покупали продукцию Сибирского здоровья со скидками. Так что вот так вот, приятный аромат, кстати, апельсина у него был. И следующее средство, которое я куплю, как приеду домой, это мягкое мыло для бани с горной лавандой, его 150 миллилитров. Сейчас составом тоже поближе покажу, девчонки. Могу сказать только одно. У меня у ребенка в жару началась потница, и что вы думаете? Вы не поверите, вот я стала своего ребенка мыть вот этим вот средством, и у него потничка просто все вот эти вот... Ну, мамочки, вы мне сейчас понимаете, да, что такое потничка? Все вот эти вот высыпания от потнички, они просто исчезли, они улетучились. Приятный аромат. Каждый вечер, когда я мыла ребенка с вот этим вот мылом, он у меня, знаете, вот как в люлечке, как маленький, просто помылся, выпил стаканчик водички, там, я не знаю, чего-то на ночь, что он хотел, там, снежок, йогурт, чего-то, и просто засыпал. Мамочки, присмотритесь, классное средство, я себе его куплю, наверное, штук 10, для того, чтобы у меня ребенка вот этим средством мыть. Не было ничего ни у него, ни у меня, ни у супруга, кто пользовался данным мылом, ничего такого плохого, действительно хорошо увлажняет, успокаивает. Вот, что нам, в принципе, он очень даже понравился. Девочки, еще хотела показать вот это, что у меня закончился, гель для душа, крем-гель для душа от Palmariv, интенсивное увлажнение с оливой, его здесь объем 250 мл, аромат, в котором я утопала последние, наверное, недели. Я просто получала максимальное удовольствие, нейтрального аромата, такого, знаете, он меня вернул, наверное, на лет, даже не знаю, сколько назад, в мое, так скажем, школьное время, когда этот, вот такие вот гель для душа, крем-гель от Palmariv, они занимали определенную нишу в уходе за телом. В общем, всем рекомендую попробовать, не сушил кожу, замечательно очищал, это просто, знаете, обалденно хороший, крем-гель для душа из супермаркетов, которого можно купить в любом, мне кажется, месте, и вы не разочаруетесь. Я осталась им максимально довольна, девчонки. Так, и завершающее средство, которое я хочу вам сегодня показать, это будет вот такая вот маска для окрашенных волос, для окрашенных и сухих волос от Сибирского здоровья. Сейчас вам все компоненты покажу поближе, чтобы вы могли видеть им, конечно же, ее состав, девочки, я вам тоже покажу поближе. Могу сказать только одно, я не могу назвать вот эту маску, в действительности маска, я могу сказать, что это неплохой просто бальзам для волос. Повторю ли я эту маску еще, конечно же, нет, потому что для маски она просто не дотягивает, а вот для бальзама она будет, конечно же, дороговато. Приятный аромат апельсинки я использовала полностью, она достаточно жидкая, распределяется по волосам неплохо, но как-то вот не могу я к ней, не хочу я к ней больше возвращаться. Шампунь я, скорее всего, повторю, а вот эту маску, конечно же, нет. Не впечатлила она меня в плане вот цены и расхода, я думаю, то, что нужно будет попробовать бальзам из этой серии, будет в разы бюджетнее. То есть вот эта вот масочка стоит 350 рублей, я ее израсходовала 200. Сколько тут она? Господи, сколько ты объемом идешь у нас, подруга? Где у нее объем? О, 200, а, 200 миллилитров, вот крупными цифрами написано. Израсходовала я ее крайне быстро, поэтому я к ней не вернусь, но она такая, знаете, как, вот еще раз повторюсь, как хороший, просто как хороший бальзам с таким состав, если вы здесь сможете увидеть. Ставьте на стоп и, конечно же, пишите свое мнение об этом составе. Мне будет интересно узнать, девочки, кто у меня есть из подписчицы, кто меня смотрел, вдруг вы хорошо разбираетесь составы. Девчонки, напишите свое мнение о составе данной маски, потому что просто интересно узнать ваше мнение, на самом деле. Так что вот так, девочки. Вот это все мои пустышки, которые я хотела вам показать. Как вы видите, я просто уход по маньяк, маньяк по уходу, поэтому у меня всегда очень много слов, всегда очень много слов, отзывов о продуктах, потому что я, на самом деле, больше люблю уходовую продукцию, нежели декоративную. Если вам нравится мое видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх, не забывайте подписываться на мой инстаграм, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, и, конечно же, большое спасибо, что вы досмотрели данное видео до конца. Я вас всех люблю, целую, увидимся в скором будущем в новом видео. С вами была ваша Ирина, и всем пока-пока!